Копейским судом вынесен приговор в отношении одной из жительниц города. Она обвинялась в незаконном сбыде наркотиков в особо крупном размере, а также в двух покушениях на незаконный сбыт. Подсудимая в один из дней до июля 2017 года, будучи на территории автовокзала города Копейск, приобрела у неостановленного лица наркотическое средство, вещество, содержащее карфентанил массой не менее 528 граммов, с целью дальнейшего сбыта его неустановленному кругу лиц. Данное вещество она поместила в тайник, находящийся на одной из улиц города Копейска. В дальнейшем подсудимая отделила от основной части наркотического средства массу в количестве 4 грамм наркотического средства, которое поместила в дополнительный тайник в целях сбыта. Позже, в период времени до конца июля 2017 года, она связалась посредством мобильной связи с одним из жителей Копейска, о котором договорилась о продаже ему наркотического средства. В ходе разговора она сообщила ему номер своей банковской карты, на которую необходимо было перевести денежные средства. После того, как был осуществлен перевод денежных средств, подсудимая сообщила ему местонахождение тайника. Тем самым осуществила незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции. Наркотическое вещество было изъято. Месяцем позже наркоторговка вновь вернулась к своей преступной деятельности. Подсудимая в один из дней августа 2017 года отделила и расфасовала от основной массы наркотического средства наркотическое средство суммарной массы 54 грамма, которое продолжало хранить пресвет для дальнейшего сбыта. Однако довести преступный умысел до конца подсудимой не удалось по независимым от нее обстоятельствам, так как она была задержана на одной из улиц города Копейска и доставлена в отдел полиции. В ходе досмотра подсудимой при ней было обнаружено изъято наркотическое средство суммарной массой 54 грамма. Основной тайник, содержащий наркотическое средство массой более 400 грамм, был обнаружен позже в ходе проведения осмотра места происшествия. Свою вину подсудимая признала полностью и пошла на сотрудничество со следствием. Несмотря на это, в деле имелись и отягчающие обстоятельства. У женщины уже была судимость за аналогичное преступление. Учитывая это, по совокупности дел, суд приговорил обвиняемую к 12 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.